В Якутске начнут сортировать мусор. Первые контейнеры по сбору пластиковых отходов установили на 202 микрорайоне города. Пилотный проект реализует индивидуальный предприниматель Евгений Петров. Его компания уже не первый год занимается утилизацией опасных отходов, таких как медицинские предметы и ртуть, содержащие лампы. Однако, будущее проекта зависит от активности самих жителей, подчеркнул бизнесмен. Подробности в материале Саргаланы Захаровой. Первые 11 контейнеров для сбора пластиковых отходов появились на 202 микрорайоне. Среди пионеров-участников в этом проекте – дом под управлением ТСЖ «Солнечный берег». Мы вчера только установили, и уже вечером люди поддержали и стали отдельно бутылки уже складывать. Первые партии бутылок. Пока в этом дворе установили контейнер только для пластика, но в будущем планируют и бак для картона. Ведь именно этого мусора скапливается больше всего. Только за месяц его количество достигает 400 тонн. А это сравни к двухэтажному дому. Пока, как признался индивидуальный предприниматель Евгений Петров, объемы не столь велики, как хотелось бы. Сегодня картон и прочие отходы привозят в основном организации, с которыми уже подписаны договоры. При этом он отмечает, что все материалы в цех принимают бесплатно. В отличие от Санточи, куда жители столицы привыкли свозить весь мусор. Вроде гора большая, но пластика мало. Пока население еще не созрело, скажем так, до окончания. Когда это произойдет, никто не знает. Когда мы организуем раздельный сбор. Но к этому надо идти. В цехе мусор вручную сортируют по видам и утрамбовывают в тюки. Их в последующем по мере накопления отправляют в Хабаровск, где отходы перерабатывают во вторсырье. Наше предприятие собирает 450-550 тонн в месяц. Таких предприятий в Хабаровске три крупных. Макулатура вся полностью перерабатывается. Также получается картон из нее, делают из нее бумагу. ПЭТ-бутылка также перерабатывается во флекс. То есть она фактически дробится, но также дробится по цветам. Из этого флекса также делают гранулы. Из гранулы получается холофайбер. Есть такой материал. За первый месяц работы цеха в этом направлении отсортировано уже более 60 тонн мусора. И это не предел, говорят работники. Мощность оборудования еще на несколько десятков тонн больше. Но все зависит от самих жителей и их желания сделать город чище. Заметим, сегодня пластик – один из самых распространенных материалов в обиходе человека. И с каждым годом его становится больше. Американские ученые в 2015 году подсчитали, что с начала массового производства этого материала, а это середина прошлого столетия, в мире было произведено свыше 8 миллиардов тонн пластика. Большая часть сегодня представлена в виде мусора. При этом переработке подвергается лишь 9% таких отходов. И если ситуацию не переломить, то к 2050 году на земле его накопится уже 12 миллиардов тонн. Цифры пугающие, но повлиять на них можно. Сарглана Захарова, Гаврил Дячков, НВК Саха, Якутск.